для чего нам с вами это нужно знать гиалуроновая кислота сама по себе она никогда не увлажняет то есть гиалуронка она не приносит воду она натягивает воду в результате и удерживает и мы с вами получаем увлажняющий эффект гиалуроновая кислота она как губка она будет тянуть эту воду до тех пор пока не закроют все свои связи когда мы с вами вводим внутридермальную гиалуроновую кислоту мы с вами как представляем что она находится в межклеточном пространстве так вот если мы с вами берем не физиологическую молекулярную массу гиалуроновой кислоты гиалуроновая кислота будет натягивать во-первых из межклеточного пространства во вторых она начинает тянуть из клеток соответственно если у нас с вами обезвоженная кожа если у нас с вами мелкоморщинцы тип старения то гиалуроновая кислота не даст вам нам с вами хороший волюмизирующий эффект она наоборот нам с вами даст эффект обезвоживания в том числе клеток это не очень хорошо потому что все физиологические процессы в клетках идут когда очень в клетке достаточное количество воды внутри клетки чтобы концентрация продуктов метаболизма была нормально даже у нас не скапливались большое количество осколков метаболических реакций в клетках и чтобы у нас с вами не накапливался липофустын то есть клетки при накоплении липофустына это осколки метаболических реакций перестают функционировать кроме контурной пластики мы с вами занимались другими процедур мы сами занимаемся антич мы с вами занимаемся стимуляции фибробластов так если мы с вами выйти ну выйти в воду из этих фибробластов то к сожалению никакой активной стимуляции не будет и начинает говорить о том что препарат не работает вообще если откровенно говоря я мало стучала таких моментов чтобы препараты не работали препараты они работают практически все то есть ну правильно нужно понимать физиологические процессы которые происходят у пациента в данный период времени к чему я это говорю препараты контурной пластики принцесс содержит молекулярную массу 2 и 7 миллион дальтон здесь повышенная молекулярная масса но когда мы будем говорить про критерии оценки препарата мы понимаем что сохранить молекулярную массу это достаточно сложный такой момент и гиалуроидаза она фигмент который расщепляет гиалуроновую кислоту она начинает достаточно быстро расщеплять так вот это вот 300 тысяч это как раз для того чтобы у нас была физиологическая концентрация физиологическая молекулярная масса гиалуроновой кислоты поэтому препараты принца за счет своих характеристик они не дают обезвоживание внутри клетки и на момент конечной биодеградации очень многие косметологи отмечают что у пациента появляется такой биоревитализирующий эффект это за счет определенных характеристик и в том числе молекулярной массы то есть молекулярная масса препаратов гиалуроновой кислоты дает нам с вами увлажнение увлажнение по-другому это что такое интерстициальный отек или тургор соответственно за счет молекулярной массы мы с вами получаем тургор как кому нам нужен тургор мелкоморщинистому усталому типу старения здесь нам с вами тургор нужен деформационному типу старения вот но не совсем нам нужен с вами тургор потому что там и так ткани они достаточно накоплены жидкостью здесь они будут гиалуронку будут как бы подсобирать с вами избыточную жидкость в дерме